Хоба, ёлочка гори! Всем любителям изобретений, крафта, ну и просто техники и ПК-боярам этот ролик будет интересен. Да, это первый видос в этом году, с вами Жека. Значит, совсем недавно я купил все нужные комплектующие на Авито и собрал комп. И он у меня получился довольно необычный. Вместо корпуса у него аквариум, там все погружено в масло и да, оно работает. Он стоит так у меня уже два месяца и с ним начались проблемы. Первая проблема, отходят провода включения компьютера. Вместо того, чтобы найти специальный штекер, я их просто оголил, насадил с помощью термоусадок прямо на контакте на материнке и подключил к кнопке. Но однажды он у меня просто не включился. Я уж ужаснулся, что придется сливать масло и обезжиривать вот это вот все, искать причину поломки. Но стоило только подергать за провода и все заработало. Так что железное правило, прежде чем что-то предпринимать, просто передерни. Реально, работает железно. Вторая проблема довольно серьезная. Клавиатура периодически то отключается, то подключается, то снова отключается. Вот так вот, без перерыва. Я уже начал грешить на масло, которое при нагреве и расширении стало заливать все USB-шники. Ведь масло диэлектрик. Может проблема в этом? Я слил 3 литра этого масляного наполнения, протер и обезжирил все, что только мог. Не получилось, только твою мамку обезжирить. Ха-ха, но мне это уже совсем не по силам. В итоге проблема так никуда и не ушла. Я заметил, что это происходит при нажатии клавиш капс и нумлоков и еще при включении подсветки у клавиатуры. Причем сама клавиатура хорошо работает аж с двумя ноутбуками. Вывод. Накрываются USB-разъемы на материнке и кто знает, чем это можно вылечить, то напишите в комменты. Просто там ведь еще аудиоразъемы нерабочие оказались после покупки. И теперь эта проблема распространилась и я скоро эту мать просто выкину в помойку, будет она там валяться вместе с тем пиздюком, который мне ее толкнул на авито. Ладно, третья проблема этого компа. Он греется. И он так прилично греется. Когда на нем играешь в игры, маслу просто некуда отдавать свое тепло и оно закипает. Ну, почти закипает. Вот твой комп может жарить картошку и запускать фоллаут одновременно. Мой ценой в 15 тысяч может. А чтобы он был более быстрым и мощным, систему нужно разогнать. Но прежде чем его разгонять, надо подумать про охлаждение. Да, за 3,5 часа игры весь этот аквариум нагрелся до 70 градусов. Я собрал компьютер, а не фритюрницу, так что пришло время уже подумать о хорошем охлаждении. Давайте загуглим. Самый топовый кулер для разгона процессора. Google нам выдает рейтинг сайта ExpertSense, где на первом месте стоит кулер Noctua. Очень недешевый кулер премиум класса стоит, как половина моего пикапа. По отзывам все его хвалят. Модель, если не хорошая, то отличная. Но цена на него, конечно, от 5600 до 8900. Офигеть, как цена завышена. Это кулер, просто кулер, но он стоит 9000. У меня это даже в голове не укладывается. Какого хрена он стоит 9000? Кулер, блядь. Да я за 9000 комп соберу, а это просто кулер. Давайте его сравним с самым народным кулером Deepcool GAMMAX 300. Ценой в 1500 рублей. Хотя, как можно вообще такие ценовые категории сравнивать? Но, тем не менее, мы видим, что сам вентилятор больше, воздушный поток больше, теплоотдача у него 220 ватт по сравнению со 130 ваттами у GAMMAX 300. И в обзоре на него я нашел вот это. Вот, послушайте. Его вообще не слышно. Отличный, конечно, плюс, но в моей ситуации как-то пофигу. У меня там масло. Там вообще ни один кулер не слышно. Зачем переплачивать? Я просто купил кулер за 500 рублей на Авито. Да, это самый обычный кулер для воды, а не для компьютера. Я ничего не перепутал. Но, тем не менее, я с помощью этого кулера водяного сделаю охлаждение для всего этого масла в аквариуме. Никогда не видели, что в таких кулерах находится? Я тоже никогда это не разбирал. И, сняв заднюю крышку, я обнаружил внутри кулера еще один кулер. Только маленький. Точнее, вентилятор. Устройство у него оказалось крайне простым. Плата питания. На ней же и блок питания находится. Бачок для охлаждения воды и бачок для нагрева. А вот как у него охлаждение работает? Ради интереса я разобрал охладитель. И это оказался всего лишь пластиковый бачок, запечатанный в белый пенопласт. Делаем вывод. Мне достался кулер с электронным охлаждением. Бывает еще с компрессором. Но мне достался именно такой за 500 рублей, основанный на элементе пельте. Пельтье. Пельтье, блин. Ла флау пельтье. Элемент пельтье это пластина. При подаче тока на нее, одна сторона у нее охлаждается, а другая нагревается. И вот для этого там и нужен радиатор с вентилятором. Вон там даже термопаста оказалась есть намазанная. Вообще не ожидал такое там встретить. Бачок для нагрева, бачок для охлаждения воды. Смывного еще бачка не хватает. Как можно все это использовать для охлаждения компа, казалось бы. Два дня я думал. Конструировал и тестировал. И в итоге у меня получилось вот это. Два этих бачка я прикрутил на крышку для аквариума, соединил с силиконовыми трубками и воткнул выключатель. Сзади я прикрутил плату управления, а все провода просто вывел под крышку и прикрепил их там изолентой. Чуть позднее там еще добавятся провода от насоса, который будет выключать масло. Вся система была испробована мной на воде. И она работала вообще хорошо. Принцип действия у нее такой. Насос из аквариума подает масло по трубке в охладитель, где оно охлаждается элементом пельтье и выходит оттуда дальше в бак накопитель, который выполняет роль как бы радиатора, который, кстати, еще и обдувается этим же кулером. Из бака накопителя масло уже окончательно охлажденное утекает обратно в аквариум. Нормально же должно все работать. Теперь самая интересная часть. Это запуск всей системы уже не с водой, а с маслом. Насосом у нас будет фильтр для очистки воды. У него есть своя регулировка, он неплохо накачал воду по всей моей фирменной системе. Думаю, на масло его тоже должно хватить. Сейчас мы поставим на этот комп мою экспериментальную установку на основе 500-рублевого кулера. Доступ к системе усложняется сейчас просто в разы. Мало того, что оно в масле, вот надо будет контакты перемкнуть, батарейку вытащить. Все, хреб. Все, я включаю в розетку и начинается работа. Так, почему я не вижу поступления масла? Ну и что, они что-то не качаются. Масло вообще не движется. Все за дела. О, сколько говна пошло из... Из насоса. Опускаем насос еще ниже. Э, насос, нахуй ты пену даешь? О, шо, о, там все в пене какой-то ебучий. Это вода? Если это вода, то надо экстренно выключать комп. Так, из насоса масло пошло. Но тут все в пузыре, как мне кажется, тут взвесь водяная все-таки. О, пошло, отлично, отлично. Процесс пошел, но, кажется, мощи насоса не хватает. Наверное, надо подсосать. Вообще работает? Вообще не слышу этот насос. Вроде работает. Сейчас этот бачок пока наполнится. Главное, чтобы не пришел Ярик. И тут бачок не путик. А то все, у меня опять накроется. Если здесь что-то потечет, я тоже охренею. Особенно, когда буду тестировать, когда здесь все разгонится. Там масло будет, температура градусов 60-70. Тут потечет, тут потечет. Все. Что-то дерьмовенько не хочет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не, не идет. Масло оказалось слишком густое. Давления не хватает. Насос слабоват. Надо менять систему. Ни хрена не получилось. Вода до этого очень хорошо ходила в этой системе. Поднималась наверх по всем трубочкам. Но масло просто не захотело. Вот у него плотность, точнее вот эта его вязкость, ну немного же выше. Я переставлял местами трубки несколько раз. Все тщетно. Не хотело оно циркулировать в обоих бачках. Да еще и кулер, который дул на металлический бачок, он начал дуть горячим воздухом. Я бы вообще отказался от этой идеи. Но, че, я зря старался, что ли, столько дней. Раз бачки не хотят работать стоя. Ну, видать, просто не хватает насоса, чтобы масло все это поднимало вверх. Я их положил на бок. И вся система заработала. Нет этих торчащих ввысь трубок. И теперь вся система просто лежит на боку. Щелкаю переключателем. И что мы видим? Масло теперь из металлического бака вытекает по трубке прямо в аквариум. Блин, все работает. Но рано радуемся. Теперь начнем испытание. Температура масла в аквариуме 25 градусов. Я запускаю старый добрый Fallout 4. Выключаю все освещение. И начинаю играть со включенной системой охлаждения. Я играл с небольшими перерывами. И спустя 6 часов Fallout меня уже достал. И что мы видим? Температура масла в аквариуме поднялась до 50 с небольшим. Видяха 65. Процессор 59 градусов. И это за 6 часов запущенной игры. А помните прошлый результат? За 3,5 часа игры масло нагрелось до 70 градусов. Видяха с процессором были почти в 90. Отличный вообще результат. До покупки кулера для воды я хотел просто вот в тупую использовать ссаное железное ведро. И гонять двумя насосами вот это вот масло из аквариума в ведро и обратно. Но все бы это выглядело люто вообще колхозно. И ничего не охлаждалось. Да, про эту систему я тоже так думал. Все получится нерабочим и максимально всратым. Но нет, оно даже имеет практическую пользу. И комп теперь выглядит очень странно. Как будто это и не ПК вовсе, а как хрен пойми что. И да, респект нашим новым спонсорам канала. А это FreeCom, Дим Косян, Мистер Юрахай, Хевл, Михаил Пипяка, Матреха и Сергей Туголуков. Ребята, большое спасибо вам за поддержку. В этом году будет очень много чего интересного и качественного контента. Я не сомневаюсь, мы с вами в этом году дорастем до полумиллиона. Но если ты хочешь стать спонсором канала, то там есть специальная кнопочка, тыкай. Там внизу все написано. И все-таки компьютеры вот такого вот форм-фактора, вот эти вот громоздкие все системники, большие черные ящики, они ведь совсем скоро останутся уже в прошлом. Вот знаете, в детстве, когда я смотрел телек и там начиналась реклама, то я доставал из телевизора лампы и остужал их на холодном подоконнике. Да, у меня в детстве был ламповый телек. Он был в тяжелом деревянном корпусе и там вместо транзисторов использовались лампы, которые светились даже. А сейчас многие понятия не имеют, что такое ТВ на лампах и, конечно же, его не видели. Тогда в 90-е это было обычным делом. У всех вообще такие были. Но прошло всего 20 лет, и что мы видим? Из огромных тяжелых ящиков телевизоры уменьшились до полусантиметровой полоски. То же самое произойдет и с пекарнями. И вот это вот все, вот эти вот большие ящики, они все останутся в прошлом. Мне интересно ваше мнение по поводу моей фирменной системы охлаждения. Пиши его ниже и никогда не попадаетесь на уловки мошенников, которые продают всякую дичь на Авито. А не то мне стыдно будет за вас. Всем пока. Продолжение следует...